100 тонн гуманитарной допомоги приняла христианская добрачная организация от обеих, однямецких партнеров. Эта инициатива сопрацовничает с Могилевым 27 годов. Груз передадут районным центрам социальных обслугований, организациям инвалидов, больницам и людям, которые имеют потребу в допомоге. В этом великом гуманитарном грузе речи, которые потребны людям. Адения, медицинские ложки, инвалидные коляски, бытовая техника, речи для детей. Разгружать допомагаются наученцы Могилевского областного профессийного лицея номер 2. Робить это не первым разом, и хоть праца тяжкая, але хлопцы говорят, что треба допомогти в доброй справе. Я считаю, каждый человек тоже должен участвовать в благотворительной акции. И вы участвуете? Да, я тоже участвуете в ней. Католийский працовный рух «Дети в Бяде» денежный в Фредене 27 годов. Маленький городок, крыху более за 20 тысяч населинства, и все разом сбирают гуманитарную допомогу. Колисти его же хоры приняли до себе на оздоровление детей из Могилевщины, якая потерпела от Чарнобыля. И каждая семья хотела дать нечто с собой. Так народилась идея гуманитарного груза. И стала, что годовой традицией, ховорит керовник группы Хуберт Лехтенберг. Мы посланники дружбы и человечества. Что бы вы пожелали людям, которые здесь живут? Добра, мирного неба над головой. Работать, чтобы были здоровы все и счастливы. Основа супрацовництва – огульные христианские каштовности. Немецкие добрачынники – католики. Прымают груз протестанты. Груз будет размеркованный для всех. И это есть модель мира для света. Супрацовництва Могилева с Фреденом у Табеи лечить добрым прикладом народной дипломаты. Доброе дело – это маленький подвиг. Это непросто. И если мы каждый понемножку, это будет великое дело для общения друг с другом. У европейских краинах теперь шмат проблем. Однако люди не забываются на своих сябров. Я не кажусь, долг христианина – робить добрые справы. Гэта наближает нас один до одного. Больше контактов, побольше делами делать. Не стоять и ничего не делать, а просто на личном примере показывать. Быть ближе друг к другу, так я понимаю? Медсуананда заин. Не знаю. Точно. Доброчинники дякуються областным уладам, которые посприяли бесплатному уладкованию груза на складах. Табе ближайшими днями будет принимать еще несколько транспортов у гуманитарной допомоги от европейских доброчинных организаций, которые, конечно, примерковывают свои визиты до черговой годовины Чорнобильской катастрофы. Снежана Крыжевич, Луна Иванова, Виталь Аляксейнка. Новины региона.